Всем привет! Продолжаем лекции по генетике человека с основой медицинской генетики. Это третья лекция закономерности наследования признаков. Чтобы нам проще было разбираться дальше, нужно понять несколько теоретических основ и положения. Например, что такое признак? Признак это любая особенность строения и любое свойство организма. Развитие признака зависит как присутствие других генов, так и от условия среды. Формирование признаков происходит в ходе индивидуального развития особи. Поэтому каждая отдельно взятая особа обладает набором признаков, характерным только для нее. Ну и что такое фенотип? Фенотип это совокупность всех внешних и внутренних признаков организма. То есть все, что мы видим, какие-то отличительные признаки, это фенотип. Что такое ген? Ген это функционально неделимая единица генетического материала, участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомной РНК. В широком смысле ген это участок ДНК, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака. Совокупность всех генов называется генотип. Запомнили, совокупность всех признаков, как внешних, так и внутренних, это будет фенотип. Совокупность генов это генотип. Локус. Локус это место расположения генов в хромосоме. Если локусы расположены в идентичных гомологичных хромосомах, их называют аллельные гены. Посмотрим на изображение. Здесь представлены парные хромосомы и вот гены расположены в одной плоскости. Это, можно сказать, их локус. Или здесь вот так, то же самое. Гомозиготы – это организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной формы. Гетерозиготы – это организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной формы. И в этом случае один из них будет доминантный, который будет подавлять действие рецессивного, и другой, соответственно, рецессивный. Рецессивный обозначается как А малая, то есть прописная будет буква, и доминантный будет обозначаться как А большое или там Б большое, С большое, в зависимости от того, сколько признаков. В любом случае рецессивный будет прописной буквой обозначаться, а доминантный будет обозначаться за главной буквой. Что такое вообще рецессивный ген? Это аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном состоянии. Такой признак будет называться рецессивным. То есть, когда у нас два гена, оба рецессивные, тогда они будут проявлять свой признак. Если же там будет хоть один доминантный ген, то будет проявляться признак доминантного гена. Что такое доминантный ген? Это аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, но и в гетодиготном состоянии. Такой признак будет доминантным. Повторим законы Менделя. Многие из вас их изучали, может быть, кто-то забыл, но стоит повторить. Первый закон Менделя, самый простой, называется закон единообразия гибридов первого поколения, когда при моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу. Проще говоря, при скрещивании в первом поколении моногибридном одного моногибрида доминантного, когда у него оба гена будут за главными буквами, и одной особи в рецессивном состоянии, когда у них оба гена будут рецессивны, при их скрещивании будет появляться одинаковое потомство фенотипически и генотипически тоже, с одним набором хромосом. Второй закон, закон расщепления, говорит, что при моногибридном скрещивании гетерозигодных особей, то есть у которых есть как рецессивный, так и доминантный ген, у гибридов имеют место расщепление по фенотипу соотношения 3 к 1, и по генотипу в отношении 1 к 2 к 1. Разберём это всё на картинке, чтобы было немного понятно. Вот у нас скрещиваются два родительских организма в гетерозигодном состоянии, то есть А большое, А малое, и вот он, А большое, А малое. При скрещивании большого, большой получается гомозиготная особь с доминантным набором генов, и при А малое, А малое появляется особь также гомозиготная с рецессивными генами, и две особи, которые будут проявляться доминантными генами, но у них набор будет уже гетерозигодный. Соответственно, по фенотипу они будут 3 жёлтых, 3 и 1 зелёный по фенотипу, а по генотипу 1 гомозигот с доминантными генами, 2 гетерозигода и 1 гомозигота с рецессивными генами. И третий закон Ментали – независимого наследования. Там говорится, что при скрещивании двух особей по двум и более парам альтернативных признаков гены, соответствующие им признаки, наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях, как и при моногибридном скрещивании. То есть, неважно, сколько будет признаков, они будут комбинироваться между собой, и также гены будут комбинироваться между собой. Здесь можно посмотреть, как у нас идёт скрещивание гетерозигод по двум признакам. Они будут жёлтое тело, либо зелёное, и морщинистое, либо гладкое тело. И может получиться множество комбинаций, и тем больше признаков, тем по-разному они будут комбинироваться. Отношение между генами и признаками достаточно сложное. В организме не всегда один ген определяет только один признак, и наоборот, один признак определяется только одним геном. Чаще один ген может способствовать проявлению сразу нескольких признаков, и наоборот. Фенотипическое проявление того или иного признака является результатом взаимодействия многих генов. Различают две основные группы взаимодействия генов. Взаимодействия между аллельными генами и взаимодействия между неаллельными генами. Разберём взаимодействие между аллельными генами. Это может быть полное доминирование, может быть неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование. Остановимся на каждом по порядку. Полное доминирование. Здесь всё понятно. То есть, суть заключается в том, что в гетерозигодном организме проявление одной изолилии доминирует над проявлением другой. То есть, если у нас пурпурные цветки – доминантный ген, а белый – ретессивный, то при их скрещении будет доминировать доминантный ген. Неполное доминирование. Немножко сложнее, но сейчас разберёмся. Это форма взаимодействия, при которой у гетерозигодного организма с набором хромосом А большое-малое доминантный ген А большой не полностью подавляет ретессивный ген А, вследствие чего проявляется промежуточный между родительскими признаками. На примере землянички. Есть две родительские землянички, одна красная, одна белая. Красный – это ретессивный, белый… Нет, красный – это доминантный, а белый – ретессивный. При скрещивании появляется не красный, а розовый, то есть, идёт скрещивание признаков родительских. А во втором поколении будет уже проявляться, так как там идёт скрещивание гетерозигод, будет проявляться как фенотипически будет расщепление 1 к 2 к 1, так и при генотипический, также такой же будет у нас расклад, то есть, 1 к 2 к 1. То есть, это будет одна особь красного, у которого будут одни доминантные гены, две особи розового, у которого гетерозигода, и гомозигота по ретессивным признакам. Кодоминирование. При кодоминировании в гетерозигодных организмах каждый из аллельных генов вызывает формирование зависимого от него продукта, то есть, оказывается, продукта обеих аллелей. Классическим примером такого проявления считается система группы АВ0. АВ0. Чтобы понять вообще, что здесь сказано, давайте разберёмся в системе АВ0 на примере. Все знают, что у нас есть 4 группы крови. Первая, вторая, третья, четвёртая. Но как они идут, разберёмся об этом постепенно. То есть, у нас есть нулевая. Это будет первая группа, у которых антигенов на мембране эритроцитов нет. Но в плазме крови есть антителак, антибэй, антиа, антигенам. Вторая группа обозначается как А. У неё на эритроцитах есть антигены А, а в плазме крови есть антителак антигену Б. Б, или третья группа, у неё, соответственно, наоборот, как А, на мембране есть антигены Б, а в плазме есть антитела к антигену А. Четвёртая группа, она отличается тем, что эритроциты на себе несут антигены как А, так и к Б. И, соответственно, в плазме крови никаких антител к антигенам нет. Эритроциты человека несут на поверхности антигены, контролируемые обеими аллелями. Группы крови по системе антигенов А, Б, Ноль обусловлены тремя аллелями одного гена. Ноль, А и Б. Проявляется это, называется множественный аллелизм. Аллель ноль не детерминирует синтез антигенов в эритроцитах. Аллели А и Б доминантны по отношению к аллелию ноль и детерминирует синтез в эритроцитах антигенов А и Б, соответственно. Присутствие в генотипе аллели А и Б означает, что у них наличие антигенов А и Б – это будет четвёртая группа крови. И вот они, наши четыре группы крови. То есть, первая группа называется нулевой, обозначается нулём, что указывает на наличие двух одинаковых генов. Группа 2 обозначается как А, где обнаружатся только антигены типа А. Третья группа, Б, характеризуется наличием на эритроцитах антигена Б. И четвёртая группа, А, Б, определяется при наличии у человека одновременно и А, и Б антигенов. Наследование резус-фактора. Помимо 0, А, Б, А, Б, есть ещё один, получается, либопротеид, который располагается на эритроцитах. Он отвечает за резус-фактор. Резус-фактор был открыт в 1940 году Ланштейнером и Виннером. И если на эритроцитах находится этот резус-фактор, то это говорит о резус положительной принадлежности крови. И это будет о 85% людей. Если данный ген отсутствует, это примерно 15% населения Земли, то говорят, как это резус отрицательная кровь. Человек с отрицательным резусом будет гомозиготный по рецессивному аллелию Д. Если же регистрируется положительный, то это может быть как гетерозигот, Д большое, Д малое, так и гомозигот по доминантным генам Д большое, Д большое. Немножко о грустном поговорим. Существует такое понятие, как резус-конфликт. Например, если у беременной женщины и ее мужа резус-фактор отрицательный, то бояться нечего. Но если у женщины, ну и также бояться нечего, если у женщины, например, резус-положительная кровь, а у мужчины резус-отрицательная, тут тоже ничего страшного не будет. Но если у женщины резус-кровь отрицательная, а у мужа резус-положительная, стоит задуматься, потому что у ребенка также может быть, как у отца, положительный резус-фактор. Чем-то может обернуться то, что при первой беременности количество антител будет увеличиваться у матери к резус положительной крови. Хоть во время беременности кровь матери и ребёнка не смешивается, но всё равно происходит обмен питательными веществами, кислородом, продуктами обмена. И всё это преодолевает гематоплацитарный барьер. Чем это может обернуться? То есть, в кровоток матери начинают поступать эритроциты плода, которые содержат положительный резус-фактор. А в её организме этого белка нет. И для организма матери он будет считаться чужеродным, поэтому включается механизм биологической защиты. И начинают вырабатываться антитела клеткам крови плода. Чем дальше развивается беременность, тем больше накапливается антител к эритроцитам плода, и тем тяжелее будет происходить беременность. В первую беременность этого не происходит. В первую беременность обычно начинается выработка этих антител, они накапливаются, накапливаются. И во вторую беременность это может уже стрельнуть и погубить плод. Эти антитела через плаценту проникают в кровь плода, нацелены на разрушение положительных резусов эритроцитов. И под воздействием эритроциты плод начинает распадаться и гибнуть. В крови накапливаются токсичные вещества, в том числе и билирубин, который будет как в общем действовать на организм плода, так и в частности на его мозг. Что приводит к развитию наурожденного гемолитической желтухи, а это уже может привести к гибели ребенка или плода. Следующий тип взаимодействия это сверхдоминирование. Это очень интересно, когда доминатный ген в гетерозиготном состоянии проявляется сильнее, чем в гомозиготном. Так, у дозофилы при генотипе большое-большое обычная нормальная продолжительность жизни, при амалая-амалая может быть совсем короткая, либо они могут сразу умирать. А при гетерозиготном состоянии амалая удлиняется их жизнь. Либо вот на примере помидоров, томатов. При амалая-большое средний размер нормальный, амалая-амалая обычный нормальный размер, а в гетерозиготном состоянии будут крупные томаты, помидоры. Теперь разберемся о типах взаимодействия неалейных генов. Это комплементарность, эпистаз, полимерия и плеютеропия. Модифицирующее действие. Комплементарность. Это такой тип взаимодействия неалейных генов, когда один доминантный ген дополняет действие другого доминантного гена. И они вместе определяют какой-то новый признак, который отсутствовал у родителей. Причем, соответственный признак развивается только в присутствии обоих неалейных генов. Примером может быть у человека выработка интерферона. Его образование в организме связано с комплементарным взаимодействием двух неалейных генов, расположенных в разных хромосомах. Можно посмотреть здесь на примере наследования формы гребня УКУР, когда у нас при гомозиготном одном признаке и другом признаке, и противоположном также гомозиготном проявляется гетерозиготным уже другой гребень, которого не было у родителей. Эпистаз – это взаимодействие генов, при котором один ген подавляет действие другого неалейного гена. Угнетения могут называть как доминантные, и тогда это будет называться доминантный эпистаз. Так и рецессивные гены тоже могут подавлять действие других генов, и это уже будет как рецессивный эпистаз. Вот также можно посмотреть на наследование окраски плодов у тыквы и наследование окраски УКУР. Ребят, если вы что-то здесь недопоняли или вообще не поняли, не переживайте, мы это всё разберём на практических занятиях, порешаем задачки, это всё у вас закрепится, и вы будете классными генетиками. Полимерия. Взаимодействие неалейных генов, когда степень развития признака зависит от общего количества доминантных генов. По этому принципу наследуется цвет кожи у человека. Например, у темнокожих людей в 31 парах неалейных генов 4 доминантных, которые отвечают за цвет кожи, поэтому доминантные гены будут отвечать за тёмный цвет, а у белого человека ни одного доминантного гена, который будет отвечать за цвет, и они будут белыми. Сочетание разного количества этих генов, то есть от 0 до 4, будет проявляться различная окраска у человека, мулатов, с отличной степенью интенсивности, от тёмной до светлой. Если представить, что там не 4, а всего 2 гена отвечают, можно вот на этой таблице, к примеру, посмотреть. То есть, чем больше рецессивных генов будет в организме, тем темнее будет кожа. То есть, в двух хромосомах, например, оба доминантные гены, все доминантные гены – это будет чёрный цвет, все рецессивные, это будет светлый цвет. И вот в зависимости от количества доминантных генов у нас будет зависеть от краски. И плеотропия – это множественное действие генов. Процессы влияния одного гена на формирование сразу нескольких признаков. Так, например, у людей с рыжей краской волос этот ген обуславливает более светлую кожу, и появление веснушек. Также надо разобрать наследование признаков, сцепленных с полом. Это признаки, которые кодируются генами, находящимися на половых хромосомах. У человека признаки, кодируемые генами Х-хромосом, могут проявляться у представителей обоих полов, как у мальчиков, так и у девочек. А кодируемые генами Y-хромосомы только у мужчин. Также следует иметь в виду, что в мужском генотипе только одна X-хромосома, которая почти не содержит участков коммагичных с Y-хромосомы, поэтому все локализованные X-хромосомы гены, в том числе и рецессивные, проявляются в фенотипе в первом же поколении. Различают X-цепленное и Y-цепленное наследование. При X-цепленном наследовании будет наблюдаться фенотипические различия в потомстве в зависимости от направления скрещивания, то есть в зависимости от присутствия в родительском поколении признака у отца или матери. Если признак доминантный и присутствует у гомозиготной матери, то в первом поколении все особи, независимо от пола, будут иметь этот признак. А во втором поколении будет наблюдаться расщепление 3 к 1, при этом признак будет отсутствовать только у половины особи мужского пола. В потомстве гетерозиготной матери вероятность рождения особи с доминантным признаком составляет 50% независимо от пола. Если же доминантный признак в родительском поколении будет у отца, то в первом поколении этот признак будет присутствовать только у дочерей, а во втором – как у дочерей, так и у сыновей с вероятностью 50%. При рецессивном сцепленном с полом типе наследования Признак чаще будет выявляться у 32 особей мужского типа и будет наблюдаться передача от деда к внуку, то есть через поколение. Никогда не будет наблюдаться передача заболеваний от отца к сыну, так как сын не наследует Х-хромосому отца, а навсегда будет материнского происхождения. Тип наследования признаков определяется генами Y-хромосомы, называется галандрическим, и для него характерна передача признака от отца к сыну, так как именно сын наследует Y-хромосому отца. На примере рассмотрим X-цепленное рецессивное наследование, когда в первом случае отец здоров, а мать – носитель. То есть отец даст свою либо X, либо Y-хромосому, также 50% возьмём, и они обе будут здоровы. То есть мальчики и девочки возьмут от отца здоровые. Но если мать – носитель, то один из двух генов будет заражённый, можно так сказать, то есть больной, неправильный. И она X-хромосомы отдаст всем. То есть в первом поколении у нас будет расщепление также 1 к 2 к 1, то есть у нас будет 1 больной сын, который наследует Y-хромосому, и X-хромосому у матери, которая заражённая. Девочка будет максимум-носитель, потому что она сможет взять у отца здоровую X-хромосому, и мальчик и девочка, которая будет полностью здорова. При рецессивном наследовании, когда, допустим, отец болен, а мать здорова, все мальчики будут здоровы, так как они не берут X-хромосому отца, а берут у его матери. А Y-хромосома не несёт заболевания. Девочки получат эту X-хромосому отца, X-хромосому матери, но так как это рецессивное наследование, то есть будет проявляться только в гетерозьготном состоянии, то девочки будут тоже просто носителями. Что же такое бенетрантность и экспрессивность? Такие тоже важные понятия. Надо разобрать и начнём. Многие генетические заболевания чётко определяются в семье, то есть их генотип легко отличить от нормального. Из клинического опыта, тем не менее, известно, что некоторые заболевания могут не проявляться, хотя человек имеет тот же генотип, который вызывает заболевания у других членов семьи, а в других случаях одно и то же заболевание может иметь чрезвычайно вариабельное проявление с точки зрения клинической тяжести, диапазона симптомов и возраста начала, то есть дебюта заболевания. Например, полидоктилия, то есть когда у нас есть полноценный шестой палец, а у кого-то шестой палец может быть таким вот, появляться зачатком. Фенотипическая экспрессия аномального генотипа может модифицироваться эффектами старения других генотических локусов или факторами окружающей среды. Различия в экспрессии могут часто приводить к трудностям интерпретации диагноза и родословной. Есть два различных механизма, которые объясняют различия в экспрессии. Пониженная пенетрантность и вариабельная экспрессивность. Но что такое пенетрантность и экспрессивность, сейчас узнаем. Пенетрантность – это вероятность того, что ген будет иметь любые фенотипические проявления. Если частота экспрессии фенотипа менее 100, то есть, существуют лица, имеющие соответствующий генотип без каких-либо его проявлений, то говорят, что ген имеет неполную пенетрантность. Пенетрантность – понятие типа «всё» или «ничего». Это процент людей с патологическим генотипом и его проявлениями, хотя бы в некоторой степени. То есть, если есть проявление, то значит есть. Если нет проявления, то его нет. Неважно в какой степени. А за степень проявления нас отвечает экспрессивность. Экспрессивность – это тяжесть экспрессии фенотипа среди индивидуумов с одним патологическим генотипом. Когда тяжесть болезни различается у людей, имеющих тот же генотип, говорят, что фенотип имеет вариабельную экспрессивность. Даже в одной родослобной два индивидуума, несущих те же мутантные гены, могут иметь некоторые одинаковые признаки и симптомы, а другие проявления болезни будут различаться в зависимости от поражения тканей или органов. Проще говоря, пенетранность – это процент реализации генов признак, а экспрессивность – степень выраженности признак. Синдоктилье – сращение фланг пальцев. Это может проявляться как небольшим сращением между пятым и четвёртым пальцем, и также может проявляться вращение всех четырёх пальцев в одном. Вспомним нашего Моргана, который занимался изучением признаков на мушках-дрозофилах. В зависимости от Моргана, который Томаса, в зависимости от Менделя, который сделал свой опыт на горохе. Почему, спросите, мы его будем изучать, и почему именно мушки? Всё очень просто. Плодовая мушка является, во-первых, удобным объектом генетических исследований, так как каждые две недели при температуре 25 градусов мушка даёт многочисленное потомство. Также немаловажную роль играет то, что самец и самка внешне хорошо отличимы, и они имеют всего 8 хромосом в диплодном наборе, достаточно легко размножаются в дешёвых средах. Немножко истории, так, немножко отвлечься, перед тем, как перейти к финалу. Скрещивая дрозофиру с серым телом и нормальными крыльями, с другой дрозофилой, который имеет тёмную окраску тела и зачаточные крылья, в первом поколении получались гибриды с серым телом и нормальными крыльями. То есть, ген серой окраски брюшка доминирует над тёмной окраской, а ген нормальных крыльев – над геном недоразвитых. При приведении анализирующего скрещивания самки первого поколения с самцом, имевшим рецессивные признаки, ожидалось получить потомство в комбинации этих признаков в соотношении 1 к 1 к 1 к 1. Однако, в потомстве преобладали особи с признаками родительских форм, и лишь незначительная часть мужик имела иное, чем у родителей, сочетание признаков. Почему? А вот такие результаты могли быть получены, если гены, отвечающие за окраску и форму крыльев, соединены между собой. Оказалось, что гены образуют группы сцепления, то есть, гены одной группы наследуются сцепленно, а гены разных групп независимы. Все гены одной хромосомы образуют группы сцепления и наследуются совместно. Количество групп сцепления соответствует гаплоидному набору хромосом, поэтому Морган предположил, что гены локализованы в хромосомах. Сцепленное наследование – это наследование признаков, гены которых локализованы в одной хромосоме. Группа сцепления разрушается при кросинговере, когда происходит обмен участками гомологичных хромосом в профазу миоза-1. Сила сцепления между генами зависит от расстояния между ними, то есть, чем дальше гены расположены друг от друга, тем выше частота кросинговера, тем лучше они себя чувствуют при кросинговере, тем проще им делать этот кросинговер. Есть полное сцепление и неполное сцепление. Полное сцепление, при котором гены анализируемых хромосом, анализируемых признаков располагаются так близко друг к другу, что кросинговер между ними становится невозможным. А не полное сцепление, когда они находятся на некотором расстоянии друг от друга, что делает возможным кросинговер между ними. И подходим к финалу, подведем итог, что же такая хромосомная теория наследственности, которую выдвинул Морган. И она включает все 6 пунктов. Разберемся с каждым из них. Во-первых, гены располагаются в хромосомах, и различные хромосомы содержат неодинаковое число генов. Набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален. Второе, что каждый ген имеет определенное место, свой локус в хромосоме. В идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены. Третье, гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности. Четвертое, гены, локализованные в одной хромосомы, наследуются совместно, образуя группы сцепления. Число групп сцепления равно гоплодному набору хромосом и постоянно для каждого вида организма. Для человека одно, для мушки дрозофилы другое количество, для гороха третье. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера. Это пятое, что приводит к образованию рекомбинантных хромосом. Частота кроссинговера зависит от расстояния между генами. То есть, чем больше расстояние, тем больше вещество кроссинговера. И шестое, на основании частоты рекомбинации определяет расстояние между генами, что позволяет строить генетические карты хромосом. Все это надо запомнить, повторить и записать. Всем спасибо за внимание. Еще раз хочу повторить, что не бойтесь. Все это мы еще раз будем проходить на практических занятиях, отрабатывать это все задачами и закреплять. Всем спасибо, всем удачи.